МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экспорт машин из России снизился на 30%. В студии работает Борис Киргенеков. В ближайшие 5 минут расскажу о последних новостях экономики нашего региона и страны в целом. Зато внутренний рынок демонстрирует рост. Рост продажи отечественных лековышек в России по итогам прошлого года увеличились почти на процент. Информацию переводят аналитики агентства Автостад. В автосалонах страны продали свыше 370 тысяч легковых машин российского производства. Выручка также выросла по итогам года на 3%. На сегодня четвертая часть рынка приходится именно на наши автомобили. Лидером среди российских брендов стала «Лада». Следом идут «Газ» и «УАЗ». Напомню, продажи иномарок в минувшем году упали на 15% до 1 миллиона 50 тысяч штук. Сибиряки в прошлом году стали чаще оформлять полисы обязательного страхования авто. По данным одной из федеральных компаний, количество сделок в нашем округе и на Дальнем Востоке выросло на 13%. Всего страховой рынок в регионах достиг 72 миллиардов 300 миллионов рублей. В целом это на 15% больше, чем было год назад. Больше всего жители Сибири и Дальнего Востока беспокоятся за свою жизнь. Количество новых полисов в этом сегменте выросло почти на 60%. Своё имущество также стали страховать чаще – на одну пятую. Ряд сегментов продемонстрировали отрицательную динамику. Это страхование финансовых рисков, автокаска и имущество юридических лиц. Объём инвестиций в экономику Новосибирской области падает уже второй год подряд. Сегодня в правительстве региона за округлым столом чиновники разработали программу, которая поможет привлечь инвесторов. Подробнее об этом расскажет Ольга Молчанова, глава областного Минэконома. Наука, у нас есть образование, у нас есть людской капитал уже накопленный за длительный период. И мы говорим о том, что у нас вместе с тем есть и очень удобный транспортно-логистический комплекс. И всё это должно нами даваться в комплексе инвестору, потому что только одно какое-то преимущество в настоящее время является однозначно недостаточным. Первый шаг, который мы для себя понимаем, это нужно оптимизировать работу агентства инвестиционного развития. Следующий шаг – это разработка стратегии привлечения инвестиций, в том числе определение наиболее перспективных отраслей, целевых стран-инвесторов, целевых групп инвесторов, маркетинговых инструментов и формирование бюджета. Мы должны сформировать стратегию, отраслевые приоритеты, предложение ценностей для инвесторов и конкурентно-способная система стимулов. А дальше уже реализовывать этот механизм. Несмотря на резкое падение, все равно первые. В 2016 году застройщики Новосибирской области ввели больше всего жилья в Сибирском федеральном округе. Об этом заявил глава регионального минстроя Сергей Боярский. Компании построили в прошлом году свыше 2 миллионов 200 тысяч квадратных метров жилья. 70% из них – это высотные дома. Остальная часть приходится на малоэтажке. В Новосибирске за год стало на 28 тысяч новых квартир больше. Несмотря на лидерство в Сибири, рынок строительства в регионе сильно упал к 2015 году почти на 20%. В Мегаполисе, утверждают эксперты, средняя стоимость составляет 56 тысяч рублей за квадратные метражилья. Жилая аренда в Новосибирске под конец года резко подорожала. К такому выводу пришли эксперты компании «Рид Аналитикс», проанализировав рынок мегаполиса. В среднем квартиру в Новосибирске сдают за 14 тысяч 800 рублей. Это на 4 с лишним процента больше, чем было в ноябре прошлого года. Эксперты отмечают, наниматели предпочитают делать ставку на комнаты. Их сдают примерно за 7-8 тысяч рублей. Однушка сегодня обойдется за 13 700. Двушки дороже примерно на 5 тысяч. Трехкомнатную квартиру в Мегаполисе можно снять за 25 тысяч рублей в месяц. Больше денег новосибирцы в конце прошлого года тратили и в супермаркетах. В декабре средний чек россиян вырос до 591 рубля. Исследования провели аналитики центра «Рамир». За один поход в магазин жители страны оставляли на кассе примерно на 8% больше. Аналитики отмечают, что предпраздничные покупки продолжили тренд восстановительного роста расходов, но не смогли отыграть потери последнего года. Средний чек ощутимо увеличился во всех городах, но больше всего тратили, по данным экспертов, жители Сибири. За один поход в магазин оставляли на кассе на 14% больше. В этом году эксперты ждут дальнейшего роста среднего чека в стране. Возможно, на это повлияет рост заработной платы в 2017 году. Цитата дня в деловых новостях от Максима Топилина, министра труда и социальной защиты страны. Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться не только номинальная, но и реальная. Получительная динамика наметилась уже с августа 2016-го. Что касается безработицы, то она расти не будет и останется на уровне прошлого года. Конец цитаты. К этому часу у меня все новости экономики. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. У нас много интересного. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова